Ой, что первым делом? Я, конечно, мог бы сейчас наговорить много хороших вещей, знаете, там первое, второе, третье, пятое, десятое, но я лучше, наверное, вспомню старую историческую историю, да, которая, наверное, уже стала притчей. Был такой король, кажется, Фридрих Великий, прусский король. Стал-то он великим не из-за того, что он был такой великий завоеватель, там с мечом ходил, кого-то там завоевывал или оборонялся хорошо, нет, он же стал великим из-за того, что провел в Пруссии реформу. Ну, была королевская власть абсолютная, что хочу, то так и будет, а вот захотелось Фридриху стать, чтобы все было по справедливости, не по-королевски, а по справедливости. Поэтому он подумал, говорит, реформировать будем, начинать нашу систему с судебной системы. Судебная система, вот она, ну вот как, знаете, нервы в человеке, которые все соединяют, чтобы она была справедливая, чтобы она не подчинялась королю, а подчинялась закону. Ну, его подчиненные-то глаза округлили, да вы что, как, слушай, как король, ты вообще, что мелишь, как это так, подчинялась закону. А значит, закон выходит выше короля, он говорит, да, выше короля, давайте, говорит, даже начнем судебный процесс какой-нибудь сделаем. Есть у нас что-то, кто-то там недоволен, ну вот, говорит, мужик, он приходит все время недовольный, вот помните, видите, тот вот лужок, вот, он за него судится, говорит, мое. Представляете, крестьянин, фермер какой-то, голодранец, приходит, говорит, мое. Ну, говорит, а что, это его действительно или врет? Ну, говорит, ну, конечно, не его, а ваше, но не врет. Мы у нее когда-то там взяли, нам для вида не хватало, для хорошего, и сделали лужок вот недалеко от вашего дворца. Так, значит, это его, ну, его. Ну, вот пусть он подаст в суд, ну, подаст в суд, но мы же выиграем, мы же король. Нет, говорит, пусть все-таки выиграет он. Он говорит, ну, слушайте, позора не оберемся, вся Пруссия смеяться будет, если крестьянин какой-то, голодранец, у короля выиграет. А пусть, говорит, вот, хочу, хочу, требую. Ну, что, крестьянину пришли, говорит, подавай в суд на короля. Он говорит, да вы что, пожаловаться королю я могу, да, а подавать в суд, ну, страшно. Он говорит, подавай, а то хуже будет. Ну, делать нечего, подал в суд на короля. Судья тоже долго не хотел выносить приговор, там, метался в кабинете, ну, как же так. Ему говорят, решай по закону и все, ну, не могу по закону против короля. Потом все-таки уговорили, решил по закону. У короля землю отобрать, крестьянину отдать. Все, у короля отобрали землю, крестьянину передали. Вся Пруссия ахнула, как это так? На что король говорит, а все, кончилась халява, не будет теперь беззакония. Теперь каждый может обращаться в суд, и я буду стараться гарантировать, чтобы суд все-таки действовал по закону, а не по королевски, не по президентски, не по местному, не по какой-то там своей местечковой справедливости, а именно по закону. Вот. И пошло так, поехало, поехало, и судебная система начала преобразовываться. А когда система судебная справедлива, тогда, в общем-то, любой вопрос можно решить справедливо. То есть вот с чего бы я начал. С чего начал Фридрих Великий, после этого его прозвали Великим, потому что завоевывать можно кого угодно и совершать большие подвиги. Но вот этот подвиг, когда наступить на горло собственной песни надо, да еще чтобы над тобой немножко посмеялись, как королем, который проиграл крестьянину, но зато он реформировал судебную систему. И он реформировал страну. И после этого страна стала действительно цивилизованной. Поэтому и нам придется рано или поздно пройти этот путь. Тем более у нас есть тот самый человек, который, я думаю, хотел бы остаться в истории, ну, может быть, не с такой присказкой, там, Великий и так далее. Но хотел бы оставить след. Я думаю, это был бы самый яркий его след. Продолжение следует...